Всем привет, друзья! С вами ММА! И сегодня я сижу на аккаунте, который был создан для того, чтобы просто собрать календарь подарков. Но сегодня будет важный день, потому что я анонсирую новую рубрику. Эта рубрика будет очень жесткой и, наверное, какие-то похожие темы в Ютубе часто были. Но у этого пути будет своя уникальность. И сейчас я вам все расскажу, покажу. Обязательно досмотрите ролик до конца, чтобы понять всю суть, ну и заценить уже первые шаги. Потому что я вам обещаю, что вот эта рубрика, она не будет скучной. И каждый ролик здесь будет просто разнос пьедестала. Так что это будет жестко. Я думаю, что должно вам всем понравиться, потому что сам тоже над этим буду стараться. Как вы знаете, здесь есть Дэрил, потому что я этот ролик все-таки записал. Я каждый день собирал все подарочки. Обязательно не забывайте закинуть лайк и поддержать эту новую рубрику. И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Если вкратце, здесь есть Шелли, которая не прокачана. И она не прокачана, потому что я тут практически вообще никого не прокачивал, кроме Дэрила, который за календарик. Ну и гриф получил. Я не планирую улучшать ее, чтобы обучение не прошлось. И при таком раскладе я планирую очень жестко прокачать этот аккаунт и пройти, не собирая пути награды. Пройти весь путь, не собирая никакие режимы, не открывая ни единого подарочка. Но самое жесткое, что здесь есть, так как я обучение не прошел, Чекайте Бравл Пасс, он горит серым. Там ничего нет, да? Ну а что если я вот так вот нажму, и вы просто офигеете? У меня даже квесты закрыты. Но это арабский ММА, для него это вообще не проблема. И есть здесь все, кроме Цезар Сэма. Ну, то есть надо просто заточить пару победок, собрать, собрать Цезар Сэма и все. И вот как-то так, и мы откроем Бравл Пасс и будем газовать дальше. Правда, вот я особо не решил без квестов, как мы будем все это придумывать, выкручивать, но это уже дело второстепенное. Окей, катку с ботами в принципе показ не буду, просто скипну. Отдают 34 плюс, новый ранг. Ну, а сейчас мы соберем все наградки, прокачаем пару рангов, попробуем открыть ласт этап. Правда, есть проблема в том, что систему-то изменили, теперь-то ШД нету. Э, точнее, нету 3 на 3, теперь нужно играть через ШД, либо через ДУ ШД. И, ну, спасибо, что хоть ДУ есть, и не придется ее собирать через награды, которые мы типа не собираем. Ну, давайте, погнали. Все, мы нафиничные чертой по этой серии, но это только, так сказать, конец одного пути. И начало другого. А нам нужно выиграть сколько-то каточек, чтобы левел прокачался. Нам дали чуть-чуть жетончиков, и мы добили брал пасек. И, кстати, тут, тут, по-моему, уже не боты должны быть. Да, уже Нита рубится реально. Ну, понятное дело, мы ее как семечку, потому что у нас 9 левел прокачки благодаря календарику. Блин, дарику спасибо, если кто-то там бузит, что я на маленьких кубасах 9 левел играет, то, ребят, это все новички получили. Тут не надо. Вот эти шели очень опасные, не дай бог с льтой подойдет. Так. Ээээ, ты чего? Ты чего мое воруешь? А ты чего мое воруешь? Окей. У нас тут осталось два типочка. Это Дэрил. Но он полетел в кольта. Все, это Дэрил. Не убегай. Давай зарубимся. Окей. А у него скин... А, у него, по-моему, тоже? Хотя не, у него Дэрил левел пониже был. Это у нас 60. Блин, чуть-чуть не хватило. Ладно, давайте быстро 10 ранг тогда добьем. Я думаю, в принципе, у нас не должно быть с этим проблем. Но с матчмейкингом реально проблемы. Как будто 35 апой. Смотрите, он подбирает туда-сюда, обратно. Так, это читер. И он заряжен. Он заряжен, побеждает. Он тройкартит. У него скинчик очень заряженный. Но его сейчас кольт не нафигачит. Лишь бы вот здесь меня никто не нафигачит. Да кольт, уйди. Я ж попросил. Синий хаги-вай. Так, пошло, рубил уношели. Ух. Коль бежит. Что за мясо тут на этих маленьких кубасах. Отшелье с ультой. И кольт остался. О, чел, не дурачок, но таких кубас. Я думал, будет куда глупее отыгрысь. Ладно, давай теперь с ним. Он готовил ульту. Ну, во всяком случае, он хотя бы ее готовил. Он готов был к этому прыжку. Но чуть не подрассчитал, что его снесут раньше, чем он ультанет. Давайте посмотрим, что по кубасам. Сколько дают, я не помню. Так, записи есть, все нормально. Все. Это, по-моему, платье, да? Или нет? Или чуть-чуть останется? Ну, ладно. В любом случае, погнали. После того, как мы сейчас добьем брал пасек, я бы хотел... Ну, прям очень жестко. Ну, во-первых, я бы в катку хотел попасть. А во-вторых, я бы хотел очень жестко прокачать этот аккаунт. Ну, потому что здесь, сами понимаете, очень серьезный будет уровень. И цели тут тоже очень серьезные. Хотя, для ШД... Важно ли это? Другой вопрос, что еще многие персы... И мне будут недоступны, потому что я не собираю награды. Вот прям ни одной, даже за 15 копок и так далее. Что просто абсолютный фул. Ну, посмотрим. Я что проверял? Я проверял, пускать ли мапмейкер. Да, пускать, если с кем-то пати создаешь, у кого есть мапмейкер. А пускает ли в 3 на 3, не пускает. И другие режимы, скорее всего, тоже не пустят. А этот чел ливнул из катки. А откуда у них у всех скин? Я что-то не понял. Это... Тот подарок, по-моему, календарик, да? Ты куда-то убегаешь? Оп, увидели, как вернулись. Нормально. Киберспорт на лоу-копках называется. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Ладно. Эту часть я пропущу просто. Ну, потому что это кринь. Все. В принципе, налог у вас там ботов раскидывать не особо весело. Поэтому я это скипнул. Мы забираем 20 жетончиков. Они залетают. И покажет ли нам, что путь светится? Нет. Смотрите. Как будто пустой брал пасс. И вот это все потому, что я не прошел обучение. А кто его знает, что будет дальше, когда я, допустим, соберусь в путь. Но обучение не будет пройдено. Это мы узнаем, если, конечно, я это смогу сделать. Теперь давайте мы заберем Пока. Заберем Сэма. Заберем Сэма. Дырил сразу на 11. Надеюсь, тут прокачка доступна. Без сбора подарков, так сказать. Заберем скин. И, как обычно, сначала верхний путь заберем. Потому что нижний, он такой реально фортовый. Почему-то бездонатный путь, он куда жестче всегда заходит. Окей, тут Дэрила. Важно тут не ошибиться. Не мискликнуть. А, нижний, нижний. Не собираем. Только верхний. Ну, погнали открываться. Так, новый гаджет на Дэрил. Был бы сейф, подошло бы, но у нас, к сожалению, нет. Хотя, может, в до или там соло зайдет такой гаджет. Не знаю. Чисто, чтобы новую ульту сразу накопить. Так, пин-пак. Ни о чем, я всегда их скипаю. Если аккаунт не флоу, то что-то там надеяться ждать. Смысл вообще нет. Он вряд ли что-то нормально даст. Я забыл, чтобы хоть раз за открытие там бомжу или трудяги или кому-то эпик пин давал. По-моему, там шанс меньше, чем на Легу. Так, пока к прокачке готов. Дэрил уже почти сядет. Сейчас интересно. Сразу вкладка сходим, посмотрим, как прокачивается. Все. Так, разблокировали ячейку снаряжения. Обучение мы это не будем проходить. Мы его и так знаем. И мы можем купить щит. Все. Это нам нужно было, чтобы прокачаться. То снаряжение на Шелле... Э, снаряжение. То обучение на Шелле мы просто скипаем, чтобы оно оставалось всегда в игре. И посмотрим, как это сработает с алгоритмами в дальнейшем. Уже пошли 38-е награды. Ой, на розу. Нет, давайте Дэрил 11-м сделаем сразу. Может, на нем и первые жуткие кубасы будут. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Погнали. Не, я всех анимаций не знаю, но Прима выучил. Так, чисто по-прегал. Символично, что именно... Ой, 7. Не, ничего. Надеюсь, конечно, Лего однажды тоже найти из бокса, но вряд ли это можно ждать в первый день. Первый день вообще... Игры. Когда я на... Ну, как я начал что-то сделать на этом аккаунте. Ладно, погнали дальше, а то у меня вроде камера уже садится по батарейке. Надо успеть. Что-то в мегабоксе пока ни о чем, но я надеюсь на нижний путь. И, кстати, сейчас гляну еще шанс на успех по Леге. Так, все, мы собрали. Давайте глянем. Ой, не туда. Самое главное, не мискликнуть никогда. Легендарный боец 0.12. По-моему, при 0.20 я где-то нашел на трудяге, что ли, или где-то, был, не помню. Или на бомжа. Пусть забыл. Я сейчас сидел и искал награды, где они, потому что я вспыкнулся. И не мог найти бравл пасс, который у меня собран, но не светится, потому что обучение не пройдено. Сейчас сам себя засканил. Пока что лайтовенькие награды, но скоро пойдут мегабоксы, и, надеюсь, они не подведут, что-нибудь подарят. Ну, вот уже первый есть. Семь. Ну, если снаряк выпал, то нет. Ой. Ну, такое себе, сами понимаете, да? Это редкость, но на уровне вообще никакой редкости. Но, в любом случае, хоть и на этом спасибо. Не будем, так сказать, да? Избалованно. Хочешь, что-то падает, уже спасибо. Семь. Ну, гир падает, значит, это гг. Если семь, но с гиром, то там ловить нечего. Так, мы уже половину практически прошли. Дэрила. Дэрила, может, на фулча прокачаем? Так. Ой-ой-ой. У меня аж чуть подлагало. Типа, я нажимаю, и бокс как будто не открылся, но уже кто-то полетел. Либо два раза прокликало случайно, я не знаю. Семь. Все, вот эта вторая половина, она должна быть очень жесткой. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Сырковой. Уф, девять. Там что-то есть по-любому. Там семь до сих пор. Снаряжение открыто уже. Там два мигающих. Это два перса. Потому что вроде старых героев у меня там. Ну, гадости нет. Так, это рикошет. И... И пенни. И мы собрали всех сверхветки. Ну, я говорю, реально, послед... Ух, аж в экран еле поместилось. Я говорю, последняя часть, это самая такая жесткая часть. Здесь почему-то мне чаще всего. Ну, девять это жесткая. Базара нет. Давно не видел. Ну, семь гир, это гг. Так, уже практически нечего. Ой, на боку случайно. Шесть. Шесть без гиров, но это тоже гг. И, по-моему, там остался ласт мегабокс. Нет, два. Два. Давайте, родные. Давайте, родивенькие. И, надеюсь, это не китайский мегабокс. Ну, гир, гир, зачем ты мне нужен? Ладно, последняя надежда. Чтобы мегабокс не оказался подделкой. Чисто не фабричник. Семь гир. Да, гг. И у нас старпойнты, да, чё? А, ещё один есть. Ничего себе. Ничего себе. Но тут ничего не будет. Тут будут только... А, ещё! Я чё-то... А чё вас так много? Я думал, что вы уже всё, завершились. Ладно, давайте так сделаем. Пусть голду нам чуть подкинут. Зараза, последний мегабокс подвёл. И здесь тоже ничего интересного. Всё. Дэрил готов. Окей, что у нас по итогу? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, шесть новых, но плюс этот, Сэн, который не учитывается, это будет пять новых. Итого пять новых, точнее, не плюс, а минус. Ну, в общем, это, ребята, будет очень жёсткая рубрика, поэтому обязательно следите за ней, если она вам понравится. Кидывайте лайк. Ну, сама идея, она прикольная. Но самое интересное, наверное, будет в дальнейшем. То есть я какие-то буду планки проходить, и уже когда буду добираться до чего-то жёсткого, сразу буду подрубать запись. Поэтому с вами был Арабский ММА. Всем удачи и всем пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok